Друзья, посмотрите, я снова на границе. Сейчас буду проходить границу, потому что хочу еще одно интересное место вам показать. Ну что, друзья, второй раз я проезжаю по этому мосту. Видите, слегка цвет видно. И сейчас мы проходим границу Аргентины и Бразилии. Видите, меняется цвет забора, становится зелено-желтый. Ну а мы едем смотреть с вами на еще одно грандиозное строительство, или строение человечества. Сейчас все увидите. Немножко покажу бразильскую сторону. Это мы уже едем по бразильскому городу Фос и Гуасу. Уже здесь и номера. Бразил, Бразил. И чувствуется уже другой дух, не тот, как в Аргентине. Уже иммиграссионс стоит, не очень улыбающийся. Сейчас доедем до места, расскажу ситуацию, какая произошла со мной. Чтоб вы тоже знали, имели в виду. Посередине идет велосипедная дорожка. Очень длинная получается. Вот мы как с границы свернули, она все, эта велосипедная дорожка идет. Удобно, но велосипедистов нет. Судя по тому, что на улице такая погода, конечно, в машине-то ехать жарко. А я уж не говорю о велосипеде. Господи, как я плохо выгляжу. Здесь еще такая влажность. Здесь у меня сразу все пухло. У меня, наверное, килограмма три лишних сейчас воды. Смотрите, тут уже прямо многоэтажки есть. Высотные. Но вообще, после Гуасу, это жилой город полноценный на бразильской стороне. В отличие от аргентинской, аргентинский город Гуэрта и Гуасу, он считается только курортным. Там практически жителей нет. Это курортный город, курортная часть. В отличие же от Парагвая. Парагвай вообще имеет второй город по численности населения. По численности населения. Во всей стране. Видите, какие здесь уже высокие дома есть. Ну, ухожено, да, видно, что такой интересный городочек. Можно здесь просто посмотреть что-то. Тут, насколько я знаю, и колесо обозрения, и парки, аттракционы. Ну, жилой хороший город. Видите, какой флаг Бразилии впереди. И он развивается красивый, такой желтый, с зеленым вокруг. Классно. Ну, а мы мчим дальше. Смотрите, друзья, если в Аргентине цветет жакаранта фиолетовым цветом, А здесь какие-то желтые цветы. Ой, вернее, деревья. А на них цветы. Ну, такие я видел. Би, это, как он, в Ботаникопарке, по-моему, или как он. Тоже желтые. Здесь их много, вон, они все цветут. Видите, аллея целая. А в Аргентине была бы целая аллея жакаранты. Классно. Милый городочек, на самом деле. Друзья, посмотрите, сколько лэпов с левой, с правой стороны. Сколько проводов. Чувствуете, куда мы едем? Сейчас мы увидим самую огромную ГРС в мире. Она вторая по величине. Друзья, если вы соберетесь сюда на экскурсию, на гидроэлектростанцию, здесь есть кассы. Если у вас эффективно наличные денежные средства. Есть терминалы, если вы хотите оплатить картой. У меня есть иностранная карта, поэтому я подошел в свободный терминал, оплатил. Экскурсия стоит 3400 песо. То есть весьма себе недорогая экскурсия. И в 2 часа у меня сейчас начнется как раз экскурсия. И вот смотрите, здесь тоже представлено такое фото. То есть я так понимаю, что это какая-то внутренняя часть. И смотрите, какая она огромная и высокая получается, что ли, с какими-то переходами. Ну, пойдемте изучать сейчас будем. Это очень интересное сооружение. Мне кажется, стоит уделить этому немного времени. Здесь небольшая проверка. Стоят автобусы. Я, конечно, пока не знаю, на автобусе ли я поеду. Или все-таки здесь какая-то пешая прогулка. Ну, пойдемте выяснять. Слушайте, но уже все так выглядит серьезно. Уже вот есть макет станции. Давайте посмотрим. Видите, как она построена. Так, по кругу. То есть я так понимаю, что это на две страны построена станция. На бразильскую часть и парагвайскую. Да, до 2 часов ждем. И в 2 часа меня кто-то заберет. И повезет, видимо, уже на сам этот объем всего. Я думаю, что это стоит увидеть. Здесь организовываются вот такие вот автобусные туры. Ты садишься в автобус и, соответственно, едешь и панорамно наблюдаешь за ГРЭС. Вот, собственно, сам въезд на территорию парка. Ой, парка, говорю, на территорию гидроэлектростанции. Они сейчас здесь автобус проверят. Все классно, говорит, открывают шлагбаунт. И мы заезжаем на территорию ГРЭСа. Едем смотреть. Здесь, я так понимаю, мы наблюдаем реку Парана. Канал, канал, какой-то канал. Один из каналов. А вот, смотрите, капибары внизу сидят. Обратите внимание, смотрите, в воде. И вон ходят подальше в лесу капибары. Смотрите, лежат. Капибаров вы можете увидеть у меня в одном из видео. Про Мардель Платы. Я там снимал капибары. Достаточно близко. Смотрите, здесь они тоже есть. Круто. А это что за у нас? Как будто бы яйцо расколото. Шоколадное. Какое-то необычное строение. Я не понимаю, что это такое. Но очень интересно. Я вообще в шоке. Я не ожидал, что это настолько крупное сооружение. То есть я когда ехал сюда, ну да, игра с игры. Типа, а сейчас такие виды там открываются. Они с левой стороны. Сейчас мы развернемся по кругу. Я офигел, честно говоря, просто, что это настолько все мощное и огромное. Офигеть. Во-первых, территория такая классная. Обратите внимание, настолько зелена. Посмотрите вперед. Офигеть. Вы посмотрите, друзья, насколько оно все громаднейшее. Я в шоке. Посмотрите. Такое ощущение, что идет дождь. Видите, Итапао. Национальный. Музей, наверное, это даже больше. С ума сойти. О, настолько это мощно выглядит. Просто круто. Я нисколько не пожалел, что сюда поехал. Я сначала думал, типа, блин, ну, я говорю, я не ждал, что оно настолько будет выглядеть. Сумасшедшее. То есть, представляете, построить вот это все? Класс. Такой слив воды просто. Смотрите, какие капли поднимаются просто вбысь. И здесь за счет этого образуются вот эти капли. Как будто дождь идет. Классно. Ну-ка, пойдемте дальше с этой стороны посмотрим. И я еще читал, что во время строительства на реке Парана было переселено 10 тысяч семей. Представляете, чтобы построить эту гидроэлектростанцию, пришлось переселить сколько людей с реки. Офигеть. Так классно. Вообще на улице-то жара сегодня. И вот эти капли, которые сейчас летят на меня. Так здорово. Такой объем воды сливается. С ума сойти. Я тебе говорю, с учетом того, что еще одна часть вон та левая, она закрыта. Только работают раз, два, три, четыре, пять, шесть сливных вот этих вот спусков. Ахренеть. Видите, как просто такой этот ручей, или как это сказать, сколько воды уходит. Здорово. Смотрите, как она таким потоком. Класс. И вот эта гидроэлектростанция, она обеспечивает, представляете, весь Рио-де-Жанейро, часть Сан-Паула, и при этом весь Парагвай. Причем Парагвай настолько обеспечивает, что остается энергия, которую они продают в ту же Бразилию. Представляете, насколько энергия вырабатывает эта ГЭС, ГЭС, гидроэлектростанция, чтобы вот еще продавать могла целая страна электричества. Так, как будто это, знаете, облако. Вот я смотрю, как будто это облако такое стоит. А на самом деле это капли воды. Представляете, как разбиваются и поднимаются таким потоком вверх. Да, это, конечно, классно. Увидеть это стоит, потому что, ну, смотришь на него и чувствуется грандиозность. Потому что вон там вот идет дорога, вон там вот вдоль слива этого, если видно, не видно вам. И представляете, какая маленькая машинка там едет, с учетом всего этого строительства огромного. Здесь напротив самой плотины есть вот такой магазинчик. Я взял себе воды и взял, смотрите, вот такой вот кокос. Давайте попробуем. Тенти Коко. Какая вкуснятина, слушайте, вообще, друзья. Вообще здорово. За вас, мои хорошие. Вот видите, это бразильская часть. Мы подъезжаем максимально близко сейчас к этой бетонной стене просто. Она удерживает вообще огромное количество тонн воды. Зревище, конечно, просто из каких-то лазанья могут все даже сплотить, это понимаете? И 90 метров. Поскольку она огромная, что мне не хватает обзора. И впереди стоят машины. Стоит, представляете, пожарная машина. Выглядит как игрушечная, по сравнению со всей этой стеной бетонной. Все кажется настолько мизерным. Представляете, деревья как игрушечные смотрятся, когда смотришь. Сумасайте, я даже не думал, я думал, что панорама это. Вот мы посмотрим на ту часть и все. А мы подъезжаем, смотрите, как близко. Открыли шлагбаум. Друзья, вы посмотрите, высота, знаете, 196 метров. Это 65 этажей. Представляете, дом 65 этажей. Это вот такая высота этой плотины. Так близко к ней, максимально близко. Вы посмотрите. О, под нами сколько электричества. Это ужас какой-то. Началось строительство, кстати, этой гидроэлектростанции в 1971 году. А открылась она лишь в 1984-м. На реке Парана, напомню. Имеет длину 8 километров. Представляете, 8 километров длина 7 километров. Здесь гидроэлектростанции. Едешь и не веришь, что здесь просто какие-то мега-мега тонны электричества вырабатывает. Это все дело. Просто жесть. Есть некоторые факты еще, да? Это вот помимо того, что я говорил, что нужно построить 210 футбольных стадионов. Не надо меня в работе снимать. И Тайкут считается одним из самых дорогих объектов, когда-либо построенных. Класс, просто не верится, что я еду здесь. У нас, я знаю, у нас в России тоже есть гидроэлектростанции. У меня не возникало мысли, вы понимаете? Это настолько не разрекламированные места. Если бы об этом так рассказывали и показывали, я бы с удовольствием съездил и посмотрел в Россию на гидроэлектростанции. И самое интересное, что вы представляете, здесь был самый большой по объему водопад в мире. И его затопили. Из-за этого водохранилища, то есть у строительства этой станции, затопили самый большой по объему водопад в мире. Представляете? Ух ты, мы сейчас заезжаем в какой-то тоннель, а слева я там вижу брызги, вот те брызги. Вон слив воды. И мы что сейчас заезжаем? Вы представляете, там идет вода сверху над нами прямо сейчас. Помните, да, вот эти вот слева, вот они сейчас над нами. И не дай бог что-то сорвется. Ой, как страшно, друзья. Смотрите, вода бежит просто. Она просачивается сквозь бетон и бежит сюда вниз. Так страшно, смотрите, вот, даже здесь вода просачивается, смотрите, сквозь вот эти вот стены, то есть она не может удержать все целиком, она будет эту воду пропускать. Вся влажная, за счет того, что там же вода, она ее держит, эта стена держит эту воду, мы сейчас скорее всего увидим. То, что я хотел посмотреть, я спросил вначале, сможем ли мы туда попасть. Сейчас скорее всего откроется вид на просто вот этот залив, который держит вся эта плотина. Мы заезжаем по самому, вернее проезжаем по самому верку Гресс. Посмотрите, слева вот она, плотина, которая держит всю реку Парана, чтобы выработать вот эту энергию. Видите, каким объемом сливается вода, какой поток, сколько энергии вырабатывается в этот момент и какая река. Представляете, как это все отстроили? В 1984 году была открыта эта гидроэлектростанция. Посмотрите, какой слив воды, просто сумшедший. А сейчас вот эта часть, про которую я говорил, она закрыта. Видите, а если это два, три, а, так их три, смотрите, три закрыты, два закрыты, один работает из трех. А представляете, если их все откроют, как быстро вода уйдет? Господи, так страшно. Это хуже, чем взгляд рядом с водопадом, я вам серьезно говорю. Потому что такое ощущение, что все это бетонное. Мама дорогая, ужас, ребят. Народ, не перекачивайте автобус, пожалуйста, в эту сторону, чтобы он не перевернулся. Поверни камеру просто назад, они все сейчас на эту сторону. Это знаете, как про самолет. Все в эту сторону пошли, и он перевернулся, не дай бог, Господи. Посмотрите. С ума сойти, просто. Про это можно сказать страшно, красиво, понимаете? Это и страшно, и красиво одновременно. Меня успокаивает только левая часть, потому что с левой стороны, смотрите, какая спокойная река. Такое ощущение, что нет никакой плотины справа. А ты смотришь направо и понимаешь, что это какое-то сумасшествие, это вообще нереальное какое-то... Смотрите, вон радуга даже образовывается. С ума сойти просто. Это чудо строительство. Теперь, когда я здесь еду, я понимаю, что да, сюда очень много денег вложено и огромных денег. Поэтому это считается самым дорогим строительством в мире. Классно. Очень здорово. И не помешало сделать такую экскурсию в Бразилии, показать это все людям. Понимаете, это не какой-то запретный проект. То есть можно проехать и увидеть. Видите, сколько вот этих всех клепок здесь построено и поставлено. Здорово, друзья. Очень здорово. Друзья, ну все. Я с вами на этом месте прощаюсь. Я надеюсь, вы также насладились этим грандиозным строительством, строительным объектом, построенным людьми, человеком. Это здорово. Поэтому, если вам выпуск понравился, ставьте лайки, комментарии и увидимся в следующем выпуске. Друзья, хочу еще напоследок сказать, что если вы соберетесь в Бразилию, неважно, на водопады или сюда, на гидроэлектростанцию, обязательно ставьте штамп. Но, чтобы поставить штамп, у вас попросят ковид-тест. Первый раз мы, когда поехали на водопады, мы проехали бразильскую сторону и не поставили штампы. Вот такой у нас был таксист. А второй раз я сюда поехал, на бразильскую сторону. У меня попросили поставить штамп. Водитель спросил, что нужно ли штамп ставить. Да, нужно. Мы подошли и нас чуть не завернули обратно, потому что потребовали ковид-тест. Связь не ловит. У меня хоть и был там какой-то старый и тест, и вакцинация, но связи не было. И спасибо водителю, он договорился с Микросионс и нас пропустили, представляете. А так могли бы завернуть и все, и мы бы с вами остались без гидроэлектростанции. Так что имейте в виду это при поездке.